Всем привет! Сегодня я наконец-таки запишу еще один урок. Сегодняшний урок будет посвящен правильной установке и настройке Windows 7. Плюс мы научимся устанавливать на семерку драйвера, все которые нам нужны. И плюс опять-таки мы на семерку установим все нужные программы, которые используют практически все пользователи. Начнем с самого начала, то есть я покажу все по полочкам, как что делается, как что устанавливается. И соответственно с помощью данной инструкции вы сможете установить правильно семерку, настроить ее, установить на нее нужные все драйвера и установить все нужные программки. Приступим! Ну в первую очередь конечно же вам нужно будет скачать и записать на диск операционную систему Windows 7. Как это сделать можете узнать на моем сайте спецкомп, любой поисковой забиваете, переходите на сайт и в поиске уже на моем сайте пишите, как установить, точнее как записать Windows 7 на диск. После того, как вы это сделали, многие конечно же это знают и так, как записать семерку на диск, вы должны будете как бы с этого диска устанавливать, получается, операционную систему. И первое, что вам нужно сделать, это нужно зайти в BIOS и в BIOS выставить загрузку с привода, чтобы у вас именно компьютер на моменте установки операционной системы подхватывал именно установку с CD-DVD диска. Для этого при старте вы очень быстро нажимаете кнопки на клавиатуре Dell, F2, F12, F10, Escape. Для каждого компьютера кнопочка своя, то есть все сразу их нажимать не надо, но на большинстве компьютеров вход в BIOS это или Dell или F2. Если вы не можете зайти в BIOS быстро нажимая эту кнопку при самом старте системы, то есть нажали кнопку включения и сразу же на клавиатуре нажимаете там например Dell, Delete, и у вас никуда не заходит, попробуйте другие кнопки F2, F12, F10, Escape. Если по этим кнопкам тоже не заходит, попробуйте для вашего компьютера посмотреть в интернете информацию, как зайти в BIOS. А в любом случае вы в него зайдете. После того, как вы в него зайдете, у вас появится вот такого вот плана окошко, которое вы сейчас видите, и в этом окошке вы уже можете управлять настройками вашего BIOS. Но мышка здесь не работает, здесь работают клавиши вправо-влево, вверх-вниз, те которые со стрелочками на клавиатуре. Так вот, вам нужно найти раздел BOOT во всех более или менее современных BIOS, там есть такой раздел. И вам нужно сделать, чтобы у вас загрузка производилась CD-ROM драйва. Если у вас не дискоустановочная флешка, к примеру, то соответственно вы выставляете загрузку с вашей флешки. Вы ее найдете по названию, она будет или в hard drive, или в USB девайсах. Вот, в нашем случае, чтобы поставить первым на загрузку CD-ROM, нужно нажать и два раза просто плюс. Обратите внимание, CD-ROM поднялся вверх, соответственно первое, что у нас будет загружаться в нашем компьютере, это CD-ROM. И соответственно с него уже пойдет установка операционной системы Windows. После того, как вы выполнили, нашли раздел BOOT, выставили на загрузку CD-ROM, вы должны нажать кнопку F10. Появится вот такое окошко Setup Confirmation и будет спрашиваться, сохранить данную конфигурацию и выйти сейчас. Да, вы должны выбрать Yes и нажать кнопку Enter. После этого у вас пойдет загрузка уже непосредственно с диска. Появится вот такое окошко, после него вот это. Дальше пробежит такие несколько зеленых полосок и начнется непосредственно сама установка. Сразу скажу, у вас может это происходить чуть дольше. Почему? Потому что у меня сейчас установка идет на виртуальной машине, у вас она будет идти на реальной. Поэтому у вас может происходить эти процессы чуть дольше. Ну вот в данном случае у меня появился уже выбор, на каком языке я хочу устанавливать Windows. Я выбираю, конечно же, русский, если вы разговариваете на русском и вам интерфейс русский ближе по душе. Если вы не хотите русский интерфейс, можете выбрать, в принципе, английский. Но у меня на моей сборке Windows там нету никаких выборов других, кроме русского языка. Нажимаем кнопку Далее, выбираем Установить. Дальше немножечко ждем, после чего он у нас спросит, мы хотим обновить систему или установить начисто. Сразу говорю, что в лучшем, в самом лучшем случае всегда нужно устанавливать операционную систему начисто. Он мне предлагает выбрать, какую систему мне установить. Сразу скажу по поводу этого. Если у вас есть лицензия на Windows 7, к примеру, даже на Windows 7 домашняя базовая, это по-английски будет Home Basic, то, соответственно, вам лучше выбрать ее и использовать ваш лицензионный ключ для того, чтобы установить семерку. Если у вас ключа как бы нет, то вы можете выбирать любую. В принципе, для домашнего использования вполне достаточно выбрать домашнюю расширенную. Есть все нужные для вас функции и в нем все будет прекрасно работать. Это для тех, говорю, кто будет кричать, что вот почему ты не выбрал максимальную или профессиональную. Если бы вы знали на самом деле, какие там есть функции и для чего они нужны, то они вам реально эти функции не нужны. Если вы, конечно же, хотите максимальную, можете выбирать максимальную. Ну, я выберу домашнюю расширенную. Она устанавливается быстрее и работает лучше на обычном домашнем компьютере. Поехали. Выбрали домашнюю расширенную, нажали, далее. Поставили, что вы принимаете условия лицензионного соглашения. По желанию можете прочитать условия лицензионного соглашения. Сразу скажу, что, конечно же, нужно использовать только лицензионную операционную систему Windows 7. Нажимаем далее и выбираем, что мы будем делать. Обновлять или делать полную установку. Ну, я уже говорил насчет обновления. Это неэффективный способ восстановления операционной системы. Поэтому лучше всегда выбирайте полную установку. Вот. Он вам предложит выбрать, сколько вы хотите на диске занять места для того, чтобы настроить вашу операционную систему. Так как у меня это виртуалка, я на виртуалке выделил всего 60 гигабайтов. Поэтому, как бы, это будет мой диск C. В вашем случае вы делаете так. К примеру, у вас 500 гигабайт. Представьте, что у меня не 60, а 600. То вы делаете так. Нажимаем настройка диска. Нажимаем вот на незанятое место на диске создать. И вот, к примеру, если у меня это 600 гигабайт, то 100 гигабайт я выделяю на... Ну, даже можно 200 выделить на установку. Сейчас, секундочку. Вот, например, так. Только у вас будет на нолик больше. Вот. И для диска D у вас там еще 400 останется. Тоже нажимаете создать и нажимаете применить. То есть, в данном случае, если бы у меня было реально 600 гигабайт, то было бы здесь 200 и здесь 400. Вот вам нужно сделать именно так. Но, так как у меня виртуалка, я сделаю только один диск C. И покажу, как, если в случае чего, удалять вам диски. Сразу скажу, при удалении диска вся информация на них удаляется. Поэтому это делать крайне не советую. Когда у вас на дисках есть что-то важное. У меня на дисках важного ничего нету, поэтому я свободно могу удалить. Нажимаю удалить. Еще раз нажимаю вот сюда удалить. И у меня опять появляется вот якобы 60 гигабайт. И я создаю один диск на 60 гигабайт. Это у меня будет диск C, грубо говоря. А у вас там еще другие диски будут. После чего вы нажимаете, вот вы выбрали вот этот диск, не трогаете, который 100 мегабайт. Вы выбираете только тот, который у вас идет второй. И нажимаете кнопку далее. Пошла установка. Я установку всю показывать не буду. Поэтому как бы как оно дойдет до 100%, я снова включу видео. Так, ну что ж. У нас уже 98% и соответственно сейчас у нас пойдет перезагрузка. Сразу скажу для тех, кто интересуется, сколько по времени должен вот этот вот процесс занимать. На нормальных средних компьютерах, которые не сильно старые, не сильно новые, этот процесс установки, вот в данном случае распаковки файлов Windows, он занимает где-то от 8 до 15 минут. Ну, вообще самое такое нормальное время, в данном случае у меня оно установилось даже на виртуалке за 6 минут. Соответственно, пошла установка дальше. Ну так вообще нормальное время это 8-15 минут. Нажимаем кнопочку перезагрузить сейчас. Наш компьютер перезагружается. Мы уже загрузку с диска не выбираем, ничего не трогаем. Ждем пока все включится само. Появляется логотип семерки. Уже будет завершающий этап установки операционной системы. Ну, как бы я тоже это все показывать не буду. По времени оно занимает где-то в течение 5 минут оно, по идее, должно. Ну, там плюс-минус 2 минуты, в зависимости от мощности вашего компьютера. Вот. И после этого компьютер опять перезагрузится. Вот на этом окошке, если у вас что-то замигает, можете нервничать. Как бы это ничего страшного, это установка видеодрайверов идет. Поэтому, если моргнула, пропала там на пару секунд картинка, это все нормально. Можете не нервничать. Все. А я уже буду вам показывать видео после перезагрузки. Ну вот, у нас последняя перезагрузка. И пошла уже программа установки подготавливать к первому старту компьютера. Операционную систему. Проверяет операционную систему на производительность. То есть, насколько производительна ваша система. И уже от этого будет отталкиваться, как она будет работать, какие функции использовать. Значит, появится вот такое окошко. В нем вобьете свое название. Ну, у меня это будет спецкомп. Это название нашего сайта. Вот. Значит, спецкомп. Внизу желательно, конечно, чтобы название было на английском языке. Вот. Вот мы таким образом делаем. Обратите внимание, какие знаки не допускаются для имени компьютера. Вот. Ну и едем дальше. Нажимаем далее. Тут вы можете установить пароль на вход в компьютер. Но я не устанавливаю. Если вы хотите установить пароль именно на загрузку вашей операционной системы, можете его устанавливать. Дальше. Здесь мы вписываем ключ. Ваш лицензионный, который у вас есть. То есть, как бы, я сейчас впишу свой. Но пока я этот момент вскрою. Идем дальше. Следующее окошко. Здесь в нем вы можете выбрать, устанавливать ли, как бы, обновление на компьютер. Защищать ли компьютер от всяких различных там нюансов. Здесь я выбираю, что отложить это решение. Почему, я вам расскажу чуть позже. Дальше. Выбираете ваш часовой поезд. Ну, в зависимости от того, где вы находите, выбираете ваш поезд часовой. Соответственно, если ставите галочку автоматический переход на летнее время и обратно, то он будет автоматом сам менять время, когда там переход. Нажимаем далее. Выбираем, какая у вас сеть. Сразу рекомендую для большей безопасности выбирать общественную сеть. И нажимаем на нее. После этого у нас идет завершение настройки параметров операционной системы. И после этого у нас, грубо говоря, уже стартует пустой рабочий стол. Вот у нас загрузился рабочий стол. И дальше я предлагаю настроить операционную систему для его максимальной быстродействия. То есть, сейчас просто повторяйте за мной и получите максимальный эффект для очень-очень быстрой работы вашей семерки на любом, в принципе, компьютере. В первую очередь, конечно, что надо сделать правой кнопочкой по рабочему столу. Выбираем персонализация, изменение значков рабочего стола и ставим мой компьютер, чтобы у нас был на рабочем столе. Это вот такая вот штука. Идем в настройки и начинаем настраивать нашу операционную систему Windows 7. Переходим в кнопку пуск, панель управления. Открывается вот это окошко. Здесь вверху выбираем мелкие значки. И в первую очередь, значит, заходим в администрирование, службы и отключаем все службы, которыми обычные пользователи не пользуются. Быстро показываю, как это сделать и какие службы отключить. В данном случае SuperFetch. Вот эту службу мы берем, выбираем. Два раза по ней классаем, нажимаем отключить и остановить. Применили. Окей. Смотрим, служба отключена. Какие еще нам службы могут не понадобиться. Если на вашем компьютере ноутбуке нет сканера отпечатка пальца, то можете отключить биометрическую службу. Отключаем. Применить. Окей. Смотрим, отключено. Дальше. Что еще? Мы можем у нас так быстренько отключить, что не мешало бы загрузке нашего компьютера. Смотрим. Можно отключить смарт-карты, если вы, конечно же, ими не пользуетесь. Для тех, кто знает, что это такое, я думаю, даже и рассказывать не надо, что это. Отключаем смарт-карты. Для обычных пользователей они точно не нужны. Дальше. Есть у нас теневое копирование тома. Тоже эту функцию можно выключить. Нажимаем отключить. Применяем. Окей. Смотрим, что еще можно у нас выключить. Ну вот так вот на скидку вот эти функции выключаете. Они как бы практически никогда никем не используются для обычных домашних компьютеров. Если боитесь, можете этого не делать. Нужные службы мы по... Ненужные, точнее, службы мы поотключали. И дальше у нас появится вот такой флажок. В нем будет у нас показано, что у нас есть якобы какие-то ошибки. На самом деле ошибок нет. Нажимаем на нем, на этом флажке правой кнопки. И нажимаем открыть центр поддержки. Здесь нажимаем на вот такие синие подписи, чтобы он нам не показывал, что нам надо, что нам не надо. И переходим в настройку центра поддержки. Убираем здесь все галочки. Есть. Это мы сделали. Дальше. Закрываем это окно. Опять-таки на флажок открыть обновление. Лично я обновление отключаю, потому что после корявых обновлений Microsoft'а начинает компьютер работать не так, как хотелось бы. А то, что они кричат, что из-за обновлений нарушается ваша безопасность, это все на самом деле по большему счету ерунда. Если у вас будет хороший антивирус, который я расскажу, как установить, то проблем у вас не возникнет. Нажимаем не проверять наличие обновления. Убираем здесь все галочки. Окей. Соответственно, даже эти обновления не забивают диск C, причем очень сильно нагружают систему, когда грузятся в фоне. И из-за этого у многих людей компьютеры тормозят. А после установки корявых обновлений, потом вообще очень начинает плохо работать компьютер. Вот. Лично на моем компьютере домашнем уже 5 лет как обновлений нет. Грубо говоря, с начала выхода с семерки и никаких проблем у меня не возникало ни разу по поводу безопасности. Просто у меня все моменты настроены правильно. Так, с этим разобрались. Дальше. Что у нас еще могут быть какие проблемы? Значит, сразу скажу. Брандмау, включить его. Вот в данном случае он включенный. Поэтому мы тут ничего не трогаем. Он защищает нашу систему от вторжений. Это так и должно быть. Едем дальше. Значит, как я и говорил, мы не только будем правильно настраивать наш компьютер, но еще и устанавливать на него драйвера. Значит, вы должны как бы подготовиться вот перед этим уроком заранее. И все диски с операционной системой с семеркой, диск с драйвер паком и диск с программами, вы должны их скачать и записать уже себе, чтобы они у вас были перед началом установки. Соответственно, где их можно скачать, установить и так далее. Ну, я вам сейчас покажу прямо на этой системе, чтобы долго не рассказывать, как, куда, что. Сейчас, секундочку. У нас интернет подключится. Вот, я скачаю быстренько браузер какой-нибудь новый. Пан открывалась целая куча вкладок ненужных. Значит, браузер новый можно скачать на моем сайте. Если у вас вдруг, вы не подготовились заранее, значит, набираем спецкомп в поисковой системе, переходим в раздел скачать бесплатно, открывается страничка скачать бесплатно. В ней есть, например, вот Яндекс браузер. Вот тут другие браузеры есть. Как бы, ну, лично я, я пользуюсь Mozilla Firefox. Ну, как бы очень-очень хороший браузер, неплохой Яндекс. Поэтому я его сейчас скачаю и установлю. Вот, тут у меня кнопочка скачать, сохранить, на рабочий стол, сохраняю, устанавливаю. Пошла установка браузера. Здесь можно снять вот эти галочки, сделать по умолчанию, принимать участие. Нажимаем начинать пользоваться. И полетела установка. Это я просто сейчас устанавливаю, чтобы не пользоваться Интернет-эксплойером, а непосредственно пользоваться каким-то удобным браузером. Вот установился у нас Яндекс браузер. Ну, и еще раз хочу напомнить тем, кто как бы не подготовился, то вы можете вот по данному видео тогда делать все, что я вам покажу, и даже неподготовленный сможет сделать правильно. Итак, чтобы начать установку драйвера, мы идем, вот у нас уже есть Яндекс браузер, пишем опять-таки спецкомп, это наш сайт, вот он на самом верху. Переходим по ссылочке, и в нашем разделе скачать бесплатно, вот тут есть, значит, скачать первое, что нам нужно, это драйвер пак. Заходим в драйвер пак, в драйвер паке нажимаем кнопочку скачать, вот, здесь открывается дополнительно сайт, который предлагает нам скачать бесплатно нужные нам паки. Нажимаем скачать, и у нас пошла загрузка драйвер пака. Это торрент, поэтому, чтобы загрузить именно из торрента уже данный, получается, набор драйверов, нам нужно еще установить торрент. Торрент тоже есть на моем сайте. Смотрим, в самом низу он где-то должен быть. Сейчас есть у нас, вот он он, торрент. Переходим. Скачиваем его. Вот, тут вот есть фри-версия, бесплатная загрузка. Тут это окошко можете закрыть свободно. Вот, и сейчас должна начаться загрузка именно торрента. Если она не началась, вот как, ага, вот она идет. Сейчас загрузится через несколько секунд. Вот он загрузился, торрент, предлагает сразу его запустить. Убираем русский язык. Он дозагружает нужные ему русские языковые настройки. Появляется следующее окошко, в нем нажимаем «Да». И вот она уже непосредственно сама установка. Все делайте так же, как делаю я. Вот эту галочку убирайте обязательно. И вот эту галочку тоже убирайте. тут нам предлагает принять или отклонить установку скайпа. Если вам нужен скайп, но я бы отклонил, потому что у нас скайп установится из WP. Нажимаем «Готово». Вот он появился, торрент. И тот файлик, который у нас перед этим был загружен, вот здесь вот в загрузках висит DRP, вы его уже через торрент непосредственно запускаете. появляется вот такое окошко и нажимаете кнопку «Окей». А вот. Пошла, грубо говоря, загрузка. Я, конечно же, ждать, показывать всю загрузку не буду, поставлю на паузу. Потом у меня загрузится образ и я покажу, как его монтировать на привод. Пока будет идти загрузка, я еще сделаю установку значит программы Diamond Tools, с помощью которого мы сможем и записывать в принципе диски. Вот, кстати, для записи дисков есть программа Nero 8 Lite, очень удобная, очень такая легкая программка для записи дисков. Это если вдруг вы не знаете, как записывать диски. А я пока установлю Diamond Tools. Вы, в принципе, можете все повторять за мной, как я показываю в данном видео. Сейчас пока что торрент приостановим. Итак, загрузился у нас Diamond Tools. Вот он сразу пошел опять в установку. Нажимаем кнопочку «Да» для установки. выбираем русский язык, принимаем, бесплатную лицензию мы выбираем, вот, и устанавливаем данную программу. Если он что-то будет спрашивать, везде все подтверждаем, разрешаем. гаджет можно не устанавливать, чтобы он не мешал, и в самом конце убираем все галочки, которые есть. Нажимаем «Готово». Окошко появившееся тоже можете закрыть. Значит, что теперь? Нам надо дождаться загрузки драйвер-пака, то есть возобновимую загрузку. И после того, как загрузка будет завершена, что мы сделаем? Мы открываем «Demon Tools». Значит, у нас открывается вот такое вот окошко. Соответственно, где у нас драйвер-пак, мы можем прямо из самого торрента два раза клацнуть и посмотреть, где он у нас находится. Вот, нажимаем «Открыть папку». Далее. Обратите внимание, что загрузка торрента по умолчанию она стоит в обычную папку загрузки на диске «Ц». Вам желательно, конечно, эту папочку поменять. И что мы делаем? Мы вот таким образом хватаем вот этот образ, левой кнопкой зажимаем, тянем его вот сюда. И здесь мы его отпускаем. Появится вот такое вот окошко и нажмете «Выполнить драйвер-пак эксо-люкшен эксо». Окно с DmTools можете закрыть. Дальше нажимаете кнопочку «Да». И у вас появится вот такое вот окошко. Что это за окошко? Это программа, которая полностью сканирует ваш компьютер и находит на нем неустановленные драйвера. Вот. Сейчас давайте подождем, пока она загрузится. вот сразу мне показалось, что один драйвер требует установки и пять драйверов могут быть обновлены. Чтобы не тратить время, нажимаете вот здесь вот, ставите режим эксперта, появляются все драйвера, которые у вас установлены и не установлены. В данном случае у меня не установлен один драйвер, но у вас их будет намного больше, поэтому все не установленные драйверы вот такими галочками отмечаете. И еще, когда у вас например компьютер или ноутбук, то желательно еще обновить драйвера все видеокарты и все звуковые драйвера. То есть если у вас вот тут внизу будет вот так как у меня видеокарта там и название вашей видеокарты, то соответственно все эти галочки по обновлению вы проставляете, то есть везде где увидите видеокарты. Плюс если увидите еще там драйвер звука тоже его обновляете, плюс если увидите драйвера веб-камеры там и так далее того, что к вашему компьютеру может быть подключено, тоже проставляете вот такие галочки. И после этого нажимаете кнопку установить. Я этого делать не буду, но вы это обязательно делайте, это установит вам на компьютер все нужные вам драйвера. нажали установить, подождали пока вверху будет полоска идти, что у вас там тот-то драйвер устанавливается, потом в самом конце программа предложит перезагрузить компьютер, это нормально, нажмете в окошке перезагрузить или просто там будет написано окей и соответственно компьютер сам перезагрузится, это нормально. после включения компьютера вы идете дальше. Дальше нам нужно установить все нужные программы на наш компьютер и соответственно опять-таки вы идете в раздел к нам на сайт спецкомп но я тут нахожусь поэтому далеко уходить не буду и сейчас на самом верху у нас есть сборка всех нужных программ. Опять-таки нажимаете кнопочку сборка всех нужных программ здесь нажимаете скачать вот у нас начинается загрузка файла торрента который нам скачает все необходимые для нашего компьютера программы вот он загрузился запускаем его в торренте это опять будет впи вот нажимаем окей вообще вот драйвер пак драйвер пак и впи вы должны конечно заранее записать на рабочем компьютере чтобы потом когда вы установите свежую чистую у вас не возникало никаких проблем и тогда вы просто уже эти подготовленные диски записали себе на болванки и просто будете вставлять их по порядку сначала вставите дрп установите драйвер пак потом вставите впи установите все нужные программы ну если вы этого вдруг не сделали или вдруг вам не было возможности это сделать то соответственно делайте как я уже в этом видео показываю опять-таки дожидаться окончания загрузки впи я не буду а покажу вам сразу как у вас дальше будет все происходить итак дальше если вы не подготовили дисков то вы как бы заходите опять в diamond tools здесь в мой компьютер так как мы уже выяснили что у нас в загрузках хранится то что было загружено и вот находим такое впи и опять-таки тянем вот сюда на этот привод и отпускаем здесь кнопку вот он у нас смонтировался привод на привод получается нам нужный диск давайте мы на этот диск посмотрим вот он у нас есть диск обратите внимание если мы нажмем значит открыть автозапуск за правой кнопкой по нему открыть автозапуск появится вот такое окошко и нажмем выполнить впи подтвердим разрешение тому что впи у нас будет загружаться а по хорошему у вас вы вставляете диск и делаете в принципе то же самое только не с виртуального привода а с настоящего то есть по функциям все будет совершенно одинаково и дальше вы устанавливаете то что вам необходимо установить на компьютер это обязательно DirectX NetFramework программка дальше Ccleaner сразу скажу что при установке NetFramework если он вам не нужен можете конечно его убрать но я рекомендую его поставить одно единственное но если вы его поставите то установка только NetFramework может быть на различных компьютерах идти до 20 минут поэтому если вы как бы уверены что это вам не надо то соответственно можете его не ставить дальше DirectX поставили Cleaner поставили это программки которые в любом случае нужны будут для вашего компьютера обязательно дальше поставьте обязательно архиватор Finrar вот антивирусы пока не трогаем если вы у вас был уже этот диск и вы его не качали не запускали через Diamond Tools поставьте конечно же Diamond Tools поставьте диск значит Nero для записи CD 9D дисков обязательно установите Adobe Flash Player выберите нужный вам плеер которым вы пользуетесь для интернета это или Google Chrome или Opera или Mozilla Firefox вот но я поставлю Google Chrome дальше выберите Skype если вы им пользуетесь опять таки если вы здесь это все запускали то у вас нету торрента нажимайте торрент в данном случае он у меня как бы уже есть вот и Diamond Tools тоже у меня есть уже дальше если вам нужны аудио видео редакторы которыми вы пользуетесь можете здесь выбрать их после этого офисные приложения опять таки если вы какими-то пользуетесь можете их выбрать и графические редакторы то же самое тут список как бы всех нужных программ и в самом конце у нас плееры рекомендую поставить AIMP для музыки Media Player Classic для открытия видео если пользуетесь другими плеерами они вам больше нравятся тут можете выбрать тем тот который вам подходит после того как выбрали все то что я вам подсказал нажимаете кнопку установка программ и у нас автоматическом порядке идет установка всех тех программ о которых мы говорили я это показывать не буду как оно устанавливается а уже в самом конце вам покажу что делать дальше в итоге у нас появится вот такое вот окошко в принципе это уже будет говорить о том что все что нам надо было установлено ну и осталось нам последнее установить антивирус и выполнить активацию операционной системы закрываем это окно вот посмотрите что уже установлены все нужные нам программы вот у вас они будут точно так же разбиты на рабочем столе и заходим в мой компьютер дальше идем непосредственно на диск вот этот обговский правой кнопочкой на нем нажимаем открыть левой идем по пути install для того чтобы установить антивирус выбираем антивирус и вот здесь вот есть asset security версии 7 значит два раза заклацаем по нему и начинается установка антивируса asset smart security вот здесь значит мы ставим галочку выбор сервера обновления убираем вот эти все галочки вот нажимаем скрыть окно установки то есть вот эти две галочки у нас должны стоять и нажимаем кнопку установить он довольно таки быстро должен поставиться вот как бы ждать показывать установку саму я не буду я покажу уже что делать дальше в конце установки у нас появится вот такое вот окошко выбираете сеть общего пользователя пользования нажали вот и соответственно ждем непосредственно уже включение самого антивируса вот как бы он у нас здесь внизу появился и как бы нам нужно его сейчас обновить обновить опять таки очень легко на нашем сайте то есть заходите в поисковик вбивайте спецком переходите на сайт и вот тут в разделе заходим нод 32 зашли здесь рабочие сервера для обновления нода 32 то есть и антивируса и сетман security версии от 4 до пока что 7 думаю и для 8 это тоже будет работать после выхода копируем здесь нужный нам сервер заходим в настройка перейти к расширенным параметрам обновления параметры изменить копируем вставляем сюда тот сервер который мы скопировали нажимаем добавить окей окей и у нас вот пошло обновление обратите внимание обновление полетело вот в принципе по настройке компьютера это практически и все еще один момент это отключить обновления в службах чтобы они вообще никогда никаким образом не могли включиться это делается легко кнопка пуск панель управления вот службы мы уже туда заходили в самом начале просто я сразу об этом не сказал потому что чтобы вам не забивать голову точнее сейчас заходим администрирование а потом служба опускаем в службах в самый низ сейчас появится окно окошко служб вот в самый-самый-самый низ предпоследняя строчка центр обновления windows вот в нем ставим вот так отключено и нажимаем остановить нажимаем применить окей обращаем внимание что у нас центр обновления отключен остановлен и в принципе мы можем не волноваться что у нас установятся какие-то ненормальные обновления которые потом будут или вообще компьютер не включится или будут какие-то проблемы из-за обновления закрываем это окно и последнее что нам нужно сделать это активацию то есть антивирус у нас уже вот практически обновился чтобы сделать активацию нажимаете прям вот на том компьютере который мы в самом начале вынесли правой кнопкой выбираем свойства и здесь вот написано осталось активировать нажимаем кнопочку активировать Windows сейчас нажимаем активировать по сети вбиваем лицензионный ключ продукта если вы его еще не вбили нажимаем кнопочку далее и там будет написано что идет процесс активации подождите если ваш ключ как бы нормальный подходящий к этой операционной системе то у вас пройдет активация если же вы не имеете лицензионного ключа то это как говорится уже пиратство поэтому вы как бы тут я ничего вам не могу подсказать по поводу пиратства и одно единственное могу сказать что есть такой активатор активатор Windows 7 в поиске вбейте и посмотрите очень-очень много различных активаторов я вам скажу что вот в этой выдаче те кто на первых местах они все рабочие и с помощью тамошних уже на других сайтах рекомендаций как делать активацию вы можете активировать ваш Windows если у вас сборочка Windows автоматически активировалась при установке то вам этого вообще делать не нужно ну вот в принципе как бы и все на самом деле ничего сложного после активации у вас здесь появится такой синенький значок геню Windows соответственно это будет говорить о том что у вас прошла активация все в порядке если у вас здесь будут тикать дни то обратите на это очень внимание потому что когда дни закончатся то компьютер уже не включится поэтому или устанавливайте корректный ключ который у вас есть по лицензии или же активируйте систему активатора вот значит там что-то с обновлением получилось не так но я думаю что сейчас все обновится до конца потому что там несколько этапов обновлений из-за того что последнее обновление делалось в 13-м году и там несколько обновлений нужно сделать вот уже в принципе обновление сейчас пойдет второго уровня как бы все что мы должны были мы сделали мы установили операционную систему мы установили все нужные драйвера и мы установили все нужные программы сразу еще раз хочу отметить что чтобы это все было легко и без всяких различных проблем вы вот скачать Windows 7 скачать драйвер паки с моего сайта скачать ВПИ с моего сайта должны заранее их скачать заранее их записать на DVD диске и только тогда когда у вас это уже все будет подготовлено и будет на руках только тогда начинайте установку операционной системы потому что если вы этого не сделаете то будут сложности например когда вы только ставите чистую систему не всегда на ней может корректно работать интернет например нету драйвера сетевого поэтому обязательно перед выполнением всех моих рекомендаций подготовьтесь и соберите все нужно по поводу драйвер пака сразу скажу для него нужен диск на 8 гигабайт поэтому обязательно чтобы нарезать нормально драйвер пак на 8 гигабайт вам нужен диск на 8 гигабайт то есть на 4,5 гигабайт он не влезет там в принципе на сайте драйвер пака который есть по ссылке на моем сайте вы можете выбрать драйвер пак 4,7 гигабайта который влазит на обычный диск но там не все драйвера будут и поэтому может что-то недоустановиться и из-за этого что-то может некорректно работать поэтому купите все-таки 8 гигабайт на и жесткий диск ну вот в принципе и все ну еще одно маленькое такое уже коммерческое отступление хочу вам предложить один такой мною лично проверенный метод заработка вот денег на инвестициях в ММС подробнее вы можете почитать на моем сайте покажу сейчас как туда зайти вот опять-таки спецкомп в любой поисковой системе набираете на первом месте будет наш сайт ну не считая рекламу конечно вот нажимаем спецкомп здесь будет у нас раздел заработок в интернете и вот тут я описываю способ заработка на ММС вот соответственно как бы здесь вы можете все это почитать если у вас какие-то вопросы появятся вы можете написать вот сюда вниз в комментарии кстати я здесь буду описывать то что какие у меня успехи вот если будут еще какие-то прям серьезные вопросы можете в контактах там есть почта писать на почту вот тут все в принципе по работе расписано есть даже отзывы звезд поэтому смотрите если вам это подходит можете переходить по данной ссылочке регистрироваться зарабатывать деньги ну это как бы было такое отступление и еще если кому-то непонятно как записывать вот образы на диске то пишите в комментариях под вот этим видео и я сделаю отдельное видео как добавить как нарезать диск болваночку с тем чем вам надо через или нера или через демон туз вот поэтому если будет слишком много людей которых не знают как это сделать то обязательно я сделаю такое видео все на этом всем пока подписывайтесь если вам видео понравилось ставьте лайки тоже если видео понравилось но если кому-то что-то плохо получилось то можете и дизлайки ставить всем пока до следующего раза до следующего до следующего Продолжение следует...